ну как видите фанерные заготовки мне еще не закончились но еще пара-тройка найдется поэтому продолжать такую работу я буду обязательно мне это интересно надеюсь что вам тоже интересно что я новенькое придумала продаются они вообще на всех торговых площадках поэтому никакой проблемы кстати у меня есть планах показать вам работу где не будет использована фанерная заготовка но примерно такого же плана работа будет тоже интересный такой дизайн края крышки ну и что я хочу сказать вам по этому поводу конечно фанерную заготовку я покрасила видите каким оригинальным таким способом для того чтобы нанести рисунок дело в том что в этой технике я рисую не так давно и она в основном рисуется по темному фону на светлому фоне мне это дело не нравится хотя рисуют так конечно на светлом фоне но там другая немножечко другой подход немножко нужен ну и конечно я свой какой-то дизайн всегда предлагаю по краю оплетаю интересными совершенно разными способами есть у меня такой плейлист который так и называется изделие с фанерными заготовками я думаю что вы найдете посмотрите по размерам фанерной заготовки я буду плести дно так смотрите у меня четыре стойки и и сейчас смотрю каждой стойки я с обеих сторон по одной добавлю и еще одну посередине придется поставить вот как то так то есть эти можно прям к стойке а здесь я до плиту до определенного места и просто подставлю ее вот такой план и 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 Продолжение следует... На каком-то этапе я начала уже вот эти стройные трубочки-стойки раздвигать. Количество рядов вам ни о чем сейчас не скажет. Вы должны это понять по своим ощущениям. Если вам комфортно их раздвинуть, значит уже пора. А мое количество рядов может значительно отличаться от вашего. Поэтому, смотрите, раздвигать нужно от самого основания, иначе это будет таким... Гнутые такие стойки будут. Некрасиво, одним словом. Ну и плету сейчас дальше. Ничего тут пока интересного не будет. Так, мои рассуждения по поводу построения формы, по которой я сейчас буду плести. Я сплела точный размер фанерной заготовки. Но, смотрите, если я буду делать сейчас вот внутренний бортик вот на таком где-то... Ну, это такой макет сделала здесь. Вот на таком расстоянии. Смотрите, насколько это будет от края отступать. Это даже дальше, чем отверстие. Где-то, наверное, вот третий ряд. То я думаю так. Мне сейчас форму нужно сделать меньше, чем вот эта заготовка. Вот как раз на один ряд. Если у меня будет на три ряда дальше крышка, то как раз вот на один ряд я сделаю поменьше форму, а сплетется она вот в этом месте. То есть я же буду закладывать за нее трубочку. Поэтому вот здесь. А на третьем ряду как раз будет крышка. Я думаю... Вернее, внутренний бортик на крышке. Я думаю, как раз крышка должна туда зайти. То есть вот на такое расстояние я сейчас убираю вот этот макет и по нему буду вырезать фанеру, картон, чтобы сейчас создать форму, по которой буду плести. Несмотря на то, что шкатулка у меня будет невысокая, все-таки вот таких стоек мне точно не хватит. Обрезала сейчас хвосты пустые. Проклеивать не буду. Невысокая шкатулка. Это не корзина. Какой-то нагрузки здесь не будет. Ну и как обычно ставлю. Всегда так делаю. В общем, сейчас ставлю все и вернусь. Подняла стойки. Поставила вот так трубочки. Сейчас вот этот хвостик прижму. Это трубочки. Ширина полосы 10 сантиметров, 10,5. на спицу 1,2. Которую я ставила на стойке. Они влажные. Сейчас плету веревочку из трех. Мне хочется, чтобы она была такая объемная. И как видите, сверху у меня коктейльные трубочки. Хочу все-таки сохранить вот эти хвосты для того, чтобы на них сделать загибку. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот это первая трубочка, с которой начинался ряд. Несмотря на то, что от этой трубочки хвост... Точнее, от рабочих трубочки хвост, здесь лежит, а это первая стойка. За вот эту стойку мы еще рабочую трубочку закладываем. Хвост туда пониже. и теперь через две за третью. С другой, не с этой, а с другой стороны начинаем. Здесь также один-два за третью. Сейчас я их буду наращивать. И точно так же так вот здесь надо было хвостик прижать. Вот так. Внизу еще немножко видно. В принципе, здесь он еще рядами прижмется и нормально будет. Так, через две за третью. Через две за третью. Ряд всегда заканчивается на первой трубке, первой стойке, с которой начинался ряд. Решила сделать обратную веревочку, чтобы вам лучше было видно. опустила камеру. Смотрите, мы делали до этого наверх, трубочки клали. Теперь будем укладывать их под низ. Через две стойки за третью. правила те же. Теперь также можно даже не считать, потому что алгоритм сохраняется за свободную стойку. Правую крайнюю за свободную стойку слева. под все трубочки. слева. Продолжение следует... заверши завершение ряда обратной веревочки вот это первая стойка как видите из-за нее выходит первая рабочая трубочка за нее закладываю прямо так теперь дальше чтобы вам было видно вот под вот эту одну чтобы она встретилась вот с этой трубочкой а чтобы она встретилась вот с этой следующие нужно уже по 2 подсунуть и так здесь под одну здесь по 2 все ряд замкнулся подтянуть все чтобы ровненько было и я здесь эти трубочки отрежу если помните они у меня были 10 сантиметров ширина полосы 10 половиной даже поэтому сейчас они уже не нужны потом я с ними разберусь когда вы на форму подклеили там что-то с ними сделаю но пока они мне все свою функцию закончили подставляю рабочие трубочки для того чтобы плести ситцем вот так буду их подставлять так они ложатся поставила еще по одной стойке с левой стороны потому что плиту я справа налево вот эта стойка будет подрезаться из этой я буду делать загибку и что я еще сделала я еще две трубочки добавила то есть сейчас их 4 обязательно нужно пометить ту стоечку с которой началась вся эта история и вот сейчас буду плести четырьмя вдогонку смотрите сейчас все трубочки подвела практически в том порядке вот спи вот с этой начиналась все если вот так продвинуть сейчас это не веревочка это ситец поэтому вот так вот если вот так продвинуть то вот с этой трубочки начинался ряд вот и вот они все 4 если вам так трудно ориентироваться как я вот например доплетаю одну потом возвращаюсь нижнюю беру следующую доплетают то тогда делайте вот так просто я человек со стажем уже не наверное это проще я так делаю а вы можете вот так вот делать как я сейчас показываю берем опять нижнюю и вот так и вот так доходим до вот это первая вторая третья четвертая должна быть вот здесь тогда закончился ряд смотрите я плела обратную веревочку вот в эту сторону сейчас дошла до завершения веревочки то есть для завершения ряда что мне пришло в голову я достал все хвосты смотрите как будто бы я плету сейчас вот в эту сторону в эту а не в ту обычной прямой веревочкой я сейчас там сейчас посмотрю ну как раз да обрежу вот эти хвосты там где я закончила ряд и представлю себе что я плету веревочку в эту сторону прямую и как мы обычно делали вот это первая стойка с которой начался ряд начиная вот с этой они с этой через две за третью здесь также прижимаю хвост через две за третью здесь вот тоже надо было хвостик прижать так и здесь также через две за третью вот это я уведу назад здесь нужно будет прижать вот этот хвост поднимем и вот так я завершила ряд принципе да так можно делать даже интересно получилось ну вот это я там потом когда до плиту поправлю сейчас тут у меня во первых еще форма стоит невозможно пока так ну и загибка сейчас я уберу вот эти вот хвосты все чуть подниму вот эти хвосты все уберу и в эту сторону буду делать розгу на трех прутах